Всем привет! Недавно мы с командой проинспектировали отели и вынесли свой топ 7 отелей, которые не соответствуют своей концепции или соотношению цены и качества. Поэтому сегодня мы покажем свой топ 7 худших отелей и расскажем почему, по нашему мнению, они не соответствуют представленным требованиям. А вы не забывайте подписываться на канал, ставить колокольчики, оставлять лайки, комментарии, ведь совсем скоро у нас выйдет подробный обзор о каждом отеле. На седьмом месте отель Венеция Палас Делюкс Резорт. К сожалению, в отеле от Делюкс осталось только название и ценник, который полностью не оправдан. Питание оставляет желать лучшего. Да, вы не останетесь голодными, но оно не соответствует люксовому пятизвездочному отелю. Отель требует полной реновации, территория плохо убирается, во всех ресторанах и снэк-барах бросается в глаза огромное количество мух, которые садятся на еду. А официанты даже не пытаются прикрыть блюда. Раньше отель действительно стоил своих денег. Сейчас можно найти альтернативу получше. Вывод. Данный отель абсолютно не соответствует своей завышенной стоимости. Отель реально оценил отель при формировании цены. Низкий ценник точно отображает качество предоставляемых услуг и сервис. Отель полностью соответствует своим негативным отзывам на разных сайтах. Плохое однообразное питание, старая мебель, некачественная уборка. Единственный плюс отеля это его прекрасный песочный пляж. Отель старый, поэтому он требует полной реновации. Кусея Инжи Кум позиционирует себя как четырехзвездный отель, но мы считаем, что он заслуживает максимум три звезды. Следующий отель Grand Sun Life, который находится в нашем рейтинге на пятом месте. У туроператоров отель продается по низкой цене, как четырехзвездочный отель. Но на сайте отеля указана звездность три звезды, что полностью соответствует услугам. С таким большим количеством продуктов и блюд у отеля ужасное и однообразное питание. У отеля хорошее месторасположение. Посудите сами, рядом есть базар, магазины, такси, кафе. По качеству обслуживания и услуг этот отель хуже двух предыдущих, но лучше, чем следующие отели в нашем обзоре. Четвертое место занял отель, который называется Arabella World. Отель позиционирует себя как четырехзвездочный отель, но, к сожалению, к ним он не дотягивает. Скудная и невкусная еда. В глаза бросается систематическая подача на обед и ужин, очищенных от целлофана крабовых палочек. Отель старый и, соответственно, мебель в номерах тоже старая. Также отель находится напротив дороги, что создает много шума и из-за этого некомфортно там отдыхать. Пляж находится далеко, поэтому летом в жару к нему невозможно идти. Трансфера на пляже нет. На пляже есть невзрачный бар только с безалкогольными напитками. А сейчас мы переходим к тройке самых ужасных отелей, куда мы не советуем попадать ни при каких обстоятельствах. И третье место нашего рейтинга занимает Миороса Инджикум Бич. У отеля большие проблемы с уборкой территории и бассейнов. Единственное, что приятно удивило – чистота на пляже. Питание отвратительное, однообразное, приготовлено все невкусно, а некоторые блюда просто невозможно есть. Номера небольшие и скромные. Будьте готовы, что у вас в номере может вонять канализацией. Есть бесплатный Wi-Fi по территории и в номерах, но работает он плохо. Отель позиционирует себя как пятизвездочный, но на самом деле твердая тройка. Цена у отеля низкая, поэтому на хорошее обслуживание можете не рассчитывать. Второе место в нашем рейтинге отелей, куда не нужно попадать – это Q-Aventura Park Hotel. Отель старый, требующий полной реновации. У отеля узкая и грязная полоса пляжа. Море засорено нефтепродуктами, так как от соседнего отеля отплывают яхты, которые выплывают прямо на купающихся людей. В номере старая мебель, а также изначально нас заселили в грязный, не убранный от предыдущих туристов номер. В номерах есть платный Wi-Fi. Питание невкусное, выбор блюд небольшой, нужно быть очень голодными, чтобы есть эту еду. Цена небольшая, что соответствует плохим условиям и отвратительному питанию. Ну и на первом месте самый ужасный отель – Оз Инжикум Бич Резорт, который поразил нас своей высокой ценой и полным отсутствием нормальных условий для проживания отдыхающих в данном отеле. Отель старый, требующий обновления и инфраструктуры, и номеров. Экономят на продуктах, не стараются приготовить хотя бы нормальное блюдо, поэтому питание просто ужасное. Один из немногих отелей, блюдо которого невозможно есть. Бассейны и пляжи грязные, на пляже песок в перемешку с мусором и остатками еды. Территория тоже плохо убирается. В номере нет Wi-Fi, ни платного, ни бесплатного. Он есть только в лобби. Но из-за того, что хозяева экономят на кондиционерах и не включают их, в лобби ужасная жара, поэтому вы не сможете посидеть в интернете. Отель абсолютно не соответствует пяти звездам. Цена очень завышена. Данный отель соответствует средней тройке. По мнению нашей команды, отель выставляя такую цену, осознанно обманывает отдыхающих. На этом мы заканчиваем наш рейтинг и надеемся, что вам понравился новый формат наших видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Напоминаем, чтобы вы подписывались на наш канал, оставляли лайки, комментарии и колокольчик, чтобы не пропустить подробные обзоры всех этих отелей. Спасибо за просмотр. Пока-пока.